В магазине без маски. У вас маска есть? Да. А вы объявление прочитали? Висит, что... До 16 лет. Без родственников, без сопровождения взрослых не могут ходить в торговые центры. А мы идем. У нас сестра, вон, сестра-ксюзер. Взрослая, да? Мне 18 лет есть. Сотрудникам Комитета управления муниципальным имуществом остается лишь верить детям на слово. Во время первого рейда по соблюдению новых требований в торговых центрах города проверяющие столкнулись со спорными моментами. Контролировать нахождение детей без взрослых должно руководство магазина. Но не во всех заведениях есть охранники, которые останавливали бы нарушителей. А там, где есть менеджеры на входе, персонал заявляет, что не всегда можно определить возраст подростка и то, с кем он пришел. Сейчас девочек-то вычислишь, сколько им лет, допустим. Самый главный вопрос, как идентифицировать, сколько же им лет, да? Да. Требование в указе гласит, что организации розничной торговли не должны допускать в торговые центры детей до 16 лет, без сопровождения взрослых. При этом задержать, попросить документы или выпроводить несовершеннолетнего сотрудники магазинов не имеют права. Менеджеры наши, они не являются охранниками и не имеют соответствующих лицензий. Это нам и не надо для нашей работы. Мы не можем их задержать, вызвать наряд милиции или что-то. Мы просто им даем рекомендации. Вчера у меня мой менеджер стоял, весь вечер, как правило, они идут в вечер, но сложно. Полицейских конкретных инструкций пока тоже нет. Получается, требование есть, а как его выполнять, никто не понимает. Вопросов оказалось больше, чем ответов. На оперативном штабе чиновники направили запрос к губернатору Глебу Никитину, чтобы он уточнил, как вести себя на практике сотрудникам магазинов и правоохранителям и какие меры применять к нарушителям указа.